Дорогие друзья, дорогие любители поклонники Generals Zero Hour, с вами канал Бляр ТВ и прежде чем мы продолжим позревать этот топовый реплей с топовыми бойцами из России, у меня есть к вам небольшая просьба оставить свой комментарий. Конечно же досмотрите ролик до конца, а также ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И самое главное помнить, только благодаря вам нас становится больше и наша любимая игра становится популярнее. Но на ваших экранах карта Одесса Лайдитрикс и слева стартует под синими цветами Соник за глаподровные войска. Его соперник Стас, США ВВС, зеленые цвета. Я думаю, что в принципе в руках сегменте уже многие знают Стаса и Соника и в принципе активно наблюдают за этими бойцами. Как раз только недавно закончилась русскоязычная профессиональная лига, где Стас поднялся очень-очень высоко. Он занял топ-3 СНГ и топ-2 России. То есть по России сейчас этот парень номер 2. Сразу же вслед за СПЛ. Что касается Соник, Соник очень долгое время удерживал позиции Стаса. Он был несколько лет, наверное, да, я бы сказал, как раз-таки номером 3 СНГ и номером 2 России. Но в этот сезон у него не задалось. И поэтому Соник занял, если я не ошибаюсь, там пятую или шестую строчку в ПРУ-лиге. Ну что ж, сейчас мы не об этом. Понимаем прекрасно. Как бы там ни сыграл Соник, но он все равно будет профессионалом, будет показывать красивые бои. Без продажи командного центра статуи Стаса. У него военный завод, два ступла и все абсолютно стандартно. Вообще данная карта, как по мне, больше подходит ГЛА. Очень много свободных зон, где можно отстроить свои позиции. Вот, например, прокатила Норка. Шикарная техничка, подобрала еще Скраб. Ну и подрывной генерал, все прекрасно знают, в чем его особенность. Конечно же, жестокие подрывы. Но пока Соник им не пользуется, великолепный был, скажем так, давление хаммерами. Да, минус 4 ракетчика и без потерь. Ну и дальше все позиционка, позиционка квады. Квады от Соника. Вот, кстати, что самое примечательное против Айра. Многие глашники, в принципе, стартуют в ранние квады. Потому что Айр это генерал непредсказуемый. Он может так играть хаммерами в наземку. Также у него очень сильный воздух. И чтобы не прогадать, то любой грамотный глашник против ВВСника, в принципе, стартует играть в микс ракетчика плюс квады. Но сейчас Соник прекрасно понимает, что ждать от соперника. Великолепный техничка, не жаль, подбрифы! Эх, ай-яй-яй-яй, не уконтролил. Ну мог же подорвать 100 ракетчика и минус. Блин. Ну, слушайте, потери у ВВС достаточно значимые всего. Еще минус хаммеры будут? Да, еще минус хаммер. Стас очень много потерял. Минус 3 хаммера. Жесть, просто великолепно сейчас реабилитировался Соник за первую потерю ракетчиков с техничкой. Ну и самое главное, что да, у ВВС Дозер Хантить его, в принципе, бесполезно, потому что КЦ оставил. Это важно, на самом деле. Ну и норочка-то прокатила еще ближе к Суплайу. Нельзя сейчас Стасу терять эти позиции. Да и, в принципе, если Соник сумеет уйти все-таки во дворец, то там уже пойдут и опасные демоапгрейды. То есть спокойно будут хаммеры контриться мотоциклами. Но не забываем, что также ВВСник имеет свойство перегруппироваться. У ВВСника есть батлчин, который всегда вылетает, когда его не ждешь. И на этом, я думаю, Стас тоже сможет отыграть. Так, ну, чинок не добили. Неужели опять подрыв попытка? Да. Очень много подрывов, кстати. ВВСник контролирует. Не получается дойти до военного завода. И хаммеров становится все больше и больше. Сверху норочка палевная, но она есть. То есть теперь может у нас подрывник растаскивать с двух флангов. Это на самом деле очень ошибочное допущение от ВВС. Потому что я думаю, что с ним разведрон он сверху мог отменять нору. Но не стал. Разбирался снизу. Может быть, конечно, все-таки и правильно поступил здесь Стас. Все-таки он вылавливал хотя бы технички. Но вот теперь проблема будет с двух сторон. Да, тут вроде как снизу позиции блочатся. Но есть еще нараспомогательная. Пока один военный завод второй не добавляет. У нас синий глажник Джазис. Но нет, такой квад навряд ли прокатит. Хотя здесь, конечно, дело контроля. Все-таки хаммер замечает. Да, под суплайн даст зайти. И мне интересно, когда же Соник выйдет уже на захват вышек. Потому что он достаточно долго держит в напряжении своего соперника. Причем минусует нормально он хаммер. Здесь, кстати, потери вроде одного было. Нет. Да, я вижу тут след коробочки Юсовские оставляются. Которые должен глаб подбирать, но не всегда. Да, пошел квад, кстати, сейчас подберет. Нет, не успел. Опять под цеплай приходится уводить чинуки. Но четыре хаммера. То есть постоянно вроде бы у американца здесь все больше и больше становится хаммеров. Но тут же, блин, как-то они теряются. И посмотрите. Неужели все-таки прокатит подрыв наконец-таки? Ой, это Рабик. Это Рабик, который строит минку серьезно. А почему не подрывники? Ё-моё. Ну, минка великолепная. Блин, вот если это был бы полноценный подрыв. Надо норму обязательно чистить. Сверху еще много позиций. Нет, все-таки там были подрывники. До последнего тянул Соник. Этот сюрприз устроил. Ждал специально, наверное, когда поедут хаммеры. Чтобы попробовать вместе с заводом еще в этом узком ущелье забрать их хаммеры. Но не получилось. Но медичка была минус. Крутая минка. Причем минка реально зашла. Такой мув. То есть попытка была отстроить минус, чтобы пачка хаммеров сюда пришла. Но пришла медичка взорвалась. Шикарно. И я думаю, что как раз таки это требует внимания. И можем брать на вооружение. Здесь на левом фланге пошли разборки. Уезжать вроде как техничка. Без потерь. Какой-то мисклик случился. Военный завод не достроился. Хотя, возможно, Стас его не стал специально достраивать. Думал, что опять подрыв едет. Но чистят. Опять же чистятся позиции. Пока вроде американцу удается действовать. Ну, еще одна нора. Снизу. Здесь опять же можно захватывать вышку. Есть, кстати, Палево. Да, ну тут, в принципе, пока я думаю, американцу не до атак. Потому что Глашник постоянно держит напряжение. Кстати, все-таки была минус электростанция. Приходится отстраивать новую. Дозер спрятался в коробочке. Грамотно. Но зато три Суплая, друзья. Три Суплая. Уже имеется дворец. Пошел спам черных рынков. Второй военный завод. У Соника просто все великолепно. Он, скажем так, продуктивно проводил атаки на своего соперника. Пусть не всегда удачные. Но это ему дало много времени. Во-первых, Стас не смог накопить мега большую пачку к восьмой минуте. А у Соника в это время уже есть дворец и готовится демоапгрейд. Он уже готов. Видели, как взорвался квад. А мы, значит, увидим сейчас в ближайшее время мотики. Да, они пошли Джармен Кэл. Но Стасу так и не дали провести нормальную атаку за все это время. Опять пошла техничка, наверное, с подрывом. Теперь они проскальзывают без проблем вообще каких-либо. Да, слишком много позиций от Соника. Слишком много и приходится военный завод отдавать. Проблемы большие. Но, может быть, как раз таки и попробовать вывести батлчин. Ой, как шикарно отрабатывают. И еще минус дозер. Ничего себе. Как здесь катается жесткая техничка. Боже, сколько проблем. Еще и пацанов будут давить. Нет, просто уничтожается. И минус хаммер. Великолепные мувы от Соника. Вот это настоящий, да, генерал подрывных войск. Отстраивается военный завод. Ну вот спасло. Спасло, что есть командный центр. Молодец. А Стас, кстати, выучил апгрейт на захват и захватывает в центре вышку. Вот здесь 4 демобайка с апгрейтами поехали. Нужно останавливать рейнджеров. Во всяком случае того, которые захватывают вышку, совершенно верно. Сам Соник, ну, кстати, снизу что-то пытался. Ребель прибежал сюда. Правда, непонятно. Он минку поставил, а есть у него захват. Но, кстати, ремонтную дробь зону Стас захватывает. Опять же мотики. Опять мотики, которые будут в какой? В третий раз уничтожать военный завод, да? Совершенно верно. И кажется, что первая серьезная атака пошла там от Стаса. Мы тут заканчиваем просмотр. Минус дозер. Да, зашли хамеры. Не пустой дворец. Потому что многие любят его оставлять пустым. И это ошибочно. И мы видим, как сразу хамеры пугают. Ну, тут мотоцикл. Тут мотоцикл. Да, уже поздно пришел Стас. И минус просто... Ой-ой-ой. Вся пачка. Жесть. Вот она, дорогие друзья, опасность, про которую я говорил, кстати. Ну, да, захватил. А когда демо добирается до дворца, здесь уже хамерами играть мега сложно. И мне кажется, что ВВСнику нужно что-то менять в этой игре. Он будет опять в центре пытаться захватить вышку. Но возряд демо дает, конечно, вышки. И филдов. Даже намека на филды нет у Стаса. Все очень плохо. Никаких батлчинов. Нет, есть все-таки батлчин. Он уже вылетел. Супла не удалось забрать. Ну, хоть какой-то юнит, который будет прерывать вражеские подрывы. Хотя, мне кажется, Сонику уже не до подрывов. Так, вышку в центре Стас захватил. Позволяет Глайда сделать. У самого есть апгрейд на захват, но очень долго тянет. Хотя играет в три ресурсных центра. Но на мейне скоро он опустошится. Да, тут жесткий спам. Пошли, естественно, квады. Они увидели воздушную угрозу, которую сейчас отрабатывают великолепно. Ну, и вышку справа поехала. Да, техничка, скорее всего, Ребеля сюда. Ну, батлчин, все палец. Стас ее разведут. Первое повышение ФВС. У него есть третий ранг. Пока апгрейды на здание, кстати, не сделал почему-то Глашник. Но это ошибка. И апгрейд на ботинки мы тоже не видим. Хотя деньги вроде как есть. Там флуат. Уничтожается Ребель. Ну, кстати, минирует за ту вышку. Командный центр уже есть. То есть, демо, амбуш, Ребель, амбуш тоже есть. У Соника пока его не используют. Четвертый ранг для стаза. Но действительно, вот опять же, в который раз замечаю, в битве за Гла, да, почему-то игроки высокого уровня не делают апгрейды на ботинки для своих рабочих, чтобы они больше приносили деньги. Также не укрепляет здание великолепно. Просто ворвались, ребята. Минус суплай, минус казарма. Точечно. И А-10 пыталась добить суплай. Не получилось. Военный завод еще есть. Суплай может дальше достраивать. Появился апгрейд все-таки на здание. Но рабочим ботинки так и не дают. Хотя, как по мне, опять же, снайперы появились. У стаза. Да, в прошлый раз говорил, вот, показательная суперигра отбойки, да, от его лица можно посмотреть. Ох, как неприятно здесь. Кому хотя бы неприятно. Вроде баталчинам неприятно. Нет, баталчин, да, да, минус баталчин. Я считаю, что оно того стоило. Забрали очень сильный юнит. Квадов можно на спаме. Вообще, не сложнее спамить. Тем более, что экономика у американца не очень. И вышку в центре-то у него забрали. Да, не продолжил свою мысль. Вот показательная игра отбойки. От его лица на его канале можно посмотреть. Когда он играет за гла. Он первым делом, как только отстраивает дворец, сразу же апгрейд на ботинки. Сразу же. Но это, естественно, если еще есть коробки на суплаях. А их тут много у Соника было на тот момент. Но он так и не сделал почему-то этот апгрейд. То есть это экономически очень важный апгрейд. Рабики вместо 75 приносят 83 бакса. Причем суплай отнимается только 75. И многие недооценивают этот апп. Как раз-таки Соник сейчас это сделал. У него, конечно, и так хватает денег 7 каплуат. Он захватил раз вышку. В принципе, больше нет двух вышек на карте. То есть одна вышка, все что есть. И убили еще здесь ремонтную зону. Но суплай в центре поставил УВС. Дали ему это сделать. Три ресурсных центра. Правда, здесь коробки уже заканчиваются. Очень много рейнджеров после подрывов. Опять же, пачки камеров у стаза все меньше и меньше становятся. Потому что работают демобайки. Но вот батлчин, я считаю, что эту ситуацию, конечно, немножко в равновесие вывел. Потому что теперь будет сложнее. И приходится самому Сонику миксоваться с квадами. То есть большие затраты. И на квады, и на демобайки. У него флуат, но он почему-то не вкладывается во вторичную экономику. Абсолютно. С такими деньгами у нас гла. 8К флуат и стратегический центр от стаза. Кстати, четвертая ранка от Соника также имеется. Пошла вновь собранная пачка из пяти хамеров двух медичек. Также пошли повышения спектра ганшип на единственную вышку, которая осталась на карте. Три квада не хватит, чтобы убить этот спектр ганшип. Нужно хотя бы 5-6 квадов. Да, поэтому он спокойно здесь отработает. Ну и что ж, дорогие друзья, достаточно массивный навал от США ВВС. Здесь выходят, кстати, квады. Неплохо. Пошли мотики. Великолепно просто зашел мотоцикл. Посмотрите, опять же, размену в пользу гла. Да, потерял квады. Но хамеры с ракетчиками, конечно, сложнее спамить. Тем более, что... Хотя экономически ВВС не отстает от гла. Потому что тоже три сухая работают. Там у гла особо вторички нету. Пошла техничка. Великолепно просто врывается в техничка. Но вы посмотрите, не обязательно ездите подрывать одними демобайками. Может, техничка более, да, скажем так, по хп массивная. Приехать и подорвать. Шикарно. Есть стратегия серочный дестрой. Мне кажется, составу стоило, наверное, сначала ее дождаться. Потом идти вперед. Ну и демобайк должен отрабатывать трехвучковый хамер. Совершенно верно. Без проблем каких-либо глаз справляется. Плюс у него еще в запасе 10к флуата и ребель амбуш. Хотя, может быть, где-то я ребель амбуш и пропустил. Один военный завод. Может, второй-то, наверное, отстроится таким флуатом. И как-то, ну, еще больше спамить рынков. Но очень много Соник за пазухой держит. Я прекрасно понимаю, что он этот флуат специально держит. Чтоб на будущее ему не было никаких кризисных ситуаций. Но тут уже аэрофилд отгла. То есть, либо ставить дополнительные заводы и просто спамить. Либо просто спамить вторичную экономику. Я, конечно, не говорю о скат-шторме. Его будет очень сложно удержать в такой ситуации. Да, пошли еще пять камеров. Уже без медички. Сразу же разводятся. Боятся ребелям душа. Все правильно делает старт. Но здесь уже и суплайников не осталось. Коробок нету. Нельзя нарываться на дворец. Там сидят ребята. Вот кэш-баунти причем выбивает. То есть, у Соника, помимо вторичной экономики, есть кэш-баунти. Вот если он разменивается своими мотоциклами, то пипец в какой плюс. Мало того, что забирает вражескую пачку, так еще и денег на этом делает. Жестко. Минус на рамп. Ну, грамотно сейчас ВВС вроде подходит. Постоянно боится. Гоняет хаммерами туда-сюда. Разводит их по сторонам. Потому что боится ребель амбуша. Подрывники стоят, кстати, очень долго. Пока они нашли дело. Но здесь второй филд от Стаза. У него тоже, кстати, денег хватает. Соник потратил все свои деньги. И мы видим все-таки скат-шторм, дорогие друзья. На карте супероружие. И также вложился, по всей видимости, в большой спам квадов. Кстати, что самое интересное, этот дрончик, который сбивается, дает 10 баксов. Как ни крути, но это что-то. Попытка огласть сейчас пройти на ресурсный центр. Да, здесь чинучки будут страдать. Нужно их отводить. Стаз вроде как нифига не контролирует. И ребель амбуш. Нет, это не ребель амбуш. Это мотоцикл приехал. Ё-моё. Ничего себе, как точечно. Пехота тоже вся ложится на по 23 бакса, дает. Опять какой жесткий прилив денег для Соника. Ну, нельзя Стазу терять. Так просто юниты даже тех же рейнджеров. И какой-то очень странный подлетел здесь, на самом деле. Боевой чинук, рокет баги и спектр ганшиф. На фейковый черный рынок. Нифига тут Соник не теряет. Да, и вот он, кстати, был ребель амбуш. Слабенький, потому что по всей видимости разделил на кэш-баунти. Кэш-баунти мы видим, значит, ребель амбуш не фуловый. Но он забрал, он забрал хамеры. Да, батл чинов больше не будет. Но увидим Каманчу. Уже стелс есть на Каманчу, кстати. Достаточно вовремя, я считаю. Но Стаз очень много теряет. Причем по экспам Соник уже догоняет. Там почти пятый ранг у ВВС. И самое интересное будет в конце тоже статистику посмотреть. По уничтоженным войскам, потому что размены жесткие. Но, как по мне, Гла пока намного лучше меняется за счет своих способностей, да. К подрывам. И Скатшторм вот-вот появится. Счетчик. Нужно будет ВВС-нику что-то делать. Но если он дойдет до пятого ранга, в принципе, там, если заапгрейдить мать всех бомб, плюс спектра ганшип, ну, убить можно Скатшторм. Поэтому, в принципе, редкость увидеть против американца, да, Скатшторм от Гла. Ладно, если там 3-4 штуки поставят, все не убьешь. Ну и опять же большой наплыв. Хотя, может быть, Соник рассчитывает, что соперник будет повышение использовать на то, чтобы отбиваться от этих наплывов. Это тоже очень такое решение нервное, потому что либо ты убиваешь вражеский Скат, либо ты отбиваешь что-то от таких пачек. Три камеры, все, что есть. А если подъедут демобайки, вот в этом-то и вся проблема. Каманчи полетели в контратаку, интересно, а? Здесь нет никаких стингеров, и если что-то в норе, вот в чем вопрос. Кстати, почему-то дроп-зоны Соник не захватил. Это же калявные мотоциклы. Калявные мотоциклы. Нужно преимущество этой карты использовать. Соник вроде хорошо играет, шикарные мувы показывают. Но такие тонкости, да, мы видели, что у него... Ну, под конец уже апгрейд сделал на ботинке, видите. Рабочие несут теперь по 80... Да, по 83. Но опять же, дроп-зона, блин, такая важная, как по мне, нейтральная постройка. Может быть, для американца она не особо важна. Ну, для подрывника, у которого халявные просто демобайки сбрасываются, ну, это жесть. Ну, минут 10 пройдет, да, там 4-5 демобайки будут стоять. Отправил, они будут полезны. Они достались на халяву. Но не используют, к сожалению, Соник этого. По суплайму стаза коробки все еще есть. Кстати, вроде последние деньги на карте. Здесь также угла. Последний суплайм 8200. Но за счет кэш-баунти тоже вторичка наработает. Уже наспамились. Наспамились тут неплохо хамби. Половина из них, конечно, пустые. Но для общей массы совсем неплохо и сойдет. И, кстати, тут главное, конечно, не дождаться отката. Так, пошел, пошел, пошел подрыв от Соника. Применяйте все-таки своих подрывников. Минус дал хаммер. И Каманчи не дает добить Эйрфилд. Опять же сказал про откат, да. Потому что откатиться Ребель Амбуш вот-вот должен будет. Это очень опасно. Возможно, Соник и ждет отката. Ну и также демобайки. Ну, в одиночку демобайки надо, наверное, их все-таки группой посылать. Ой, как сливает. Дает ранг. Пятый ранг от ВВС. Плохо под конец разменялся демо. Хотя по экспоинтам догонял. Но вот теперь у Стаза и появляется очень хороший шанс благодаря пятому рангу. У Соника только четвертый. Пошел спектр Ганшип самого последнего уровня. Самый мощный. Будет убивать дворец тут, по всей видимости. Его хватит. Плюс матч всех бомб. Нет, все-таки не матч всех бомб. А Ковровка. Ковровка. И пошла бомба Ребель Амбуш. Неужели все-таки был? Или это мотоцикл заехал? Слушайте. Великолепно. Как же заглушил войска здесь. Боже мой. Это не бомба. Это лебезки полетели. И неужели командчик будет разбираться? Муфта муви. Такие размены. Да, и бомба полетела шикарно. Как так точечно Стаз смог выловить и просто уничтожает все войска своему оппоненту. Жесть. Дворец также минус. Но пока не трогает Скатшторм. Все повышения разом выпустил. Получилось очень классно. Я вот единственное здесь так и не понял. Я просто трупы Ребелей не видел. То есть вроде было похоже на Ребель Амбуш. Но вообще трупов не видел. Но похоже было. Я думаю, что в любом случае должен был это запечатлеть. Просто сам как-то невнимательно отнесся. В любом случае очень красиво. И посмотрите. Джарман выбивает. Хаммеры. Хаммеры себе забирает. Интересно. Что в это время? Стас дальше спамит. У него совсем по маленьку остается. А, еще и справа ресурсы, кстати, я не заметил. Но он же туда не добывал. До этого времени ему мешали. Шикарно работает Каманчи. Отстраивается вновь в дворец. Вылезти неужели нечем? Своим ходом решил кататься Соник. Но, блин. Но успеет. Дворец спасти, по крайней мере, успеет. Да и рабочих не знаю. Спасает. Пошла вновь группа из Хаммеров. Великолепный, конечно, бой. И, как по мне, у подрывника такие были преимущества на этой карте. Но камбэкает. Стас просто камбэкает. Уничтожает уже вторичную экономику. Очень неприятно. Но вот как раз-таки сейчас мы и поймем. Будет ребель амбуш или нет, все-таки. Демобайки там. Да, да, да. Есть ребель амбуш. Значит, там справились демобайки. Откат еще не успел бы произойти. Минус четыре Хаммера. Великолепно отыграл Соник. Отогнал. Юнитов у него еще много. Добыча идет. Кэш баунти. Он получил 3800. Флуатик также есть. Но и не забываем, что скоро уже стрелит в Катшторм. Тас ничего не сделал для того, чтобы его предотвратить. И это печально для американца. Только я сказал про его камбэк. Как начинают теряться и Хаммеры, и Каманчик. Четыре осталось, но с лычками. Да ковите, в Катшторм. Куда пульнет в Катшторм? Можно два филда забрать. Очень наизи. Можно стратегический центр забрать. Посмотрим, какая вариация поступит от Соника. Все, можно запускать. Но раз Тас по нему не работал, значит не особо боится этого Сатшторма. Но посмотрим. Опять же, пошла группа из Хаммеров. Их четыре. Двадцать третья минута игры. Все, запуск. В какую сторону пойдет? Вот в чем вопрос. Мне кажется, почему-то, что по стратегическому центру. Но очень важная постройка, на самом деле. Очень важная. Или по двум филдам. Да, по стратег центру бьет Соник. Минус Бутут Суплай. Минус электростанция. Но неплохо. Вдарил. Пришла опять же пачка. Демобайков не видно. Есть, кстати, уже и Стингеры. Но мне кажется, от Тазу нужно работать по... Стараться хотя бы по Сатшторму. Потому что стратегический центр был минус. И постоянно его отстраивать. Пошел Спектр Ганшип. И скрытая атака. Пятый ранг получается. Все-таки Гла. Решил немножко отвлечь своего соперника. Спектр Ганшип. Ой, как неприятно. По вторичной экономике. Но вот. Был, как по мне, у Соника момент. Когда он должен был кучу просто спамить. Черных рынков. Но он этого не сделал. И теперь у него их мало. И они постоянно американским повышением уничтожаются. Четыре вертушки наблюдают сверху. Кстати, не палит радар. Немножко ближе нужно им подъехать. Мотик. Хаммера разводится. Грамотный контроль. Еще один мотик. Вот это будет неприятно. Минус три камера. Великолепно просто. Отыгрывает опять же Соник. И работают Каманчи. Кстати. А, убили они. Медленно под землю проваливается. Бедный аванпост. Хаммер тут работает. Ну, Хаммер, кстати, очень хороший. С тоу дамагом несет. Правда, здесь с лучками. Вертолеты. Поэтому они и ХП имеют больше. И ремонтируются. Автоматически. Да, ну много, кстати, достаточно квадов. Вот как раз таки в скором времени я чувствую, что где-то проснется скрытая атака под боком. У Стаса стратегический центр. Он все-таки отстраивает. Возможно, отстраивает для того, чтобы Шторм только туда и бил. Но больше никуда. У Стаса 5 баксов на счету. Неужели деньги закончились? Нет. В центре еще добывает. Пошли повышения. Одна А10. По норочке. Да. Терчиндестрой стратегия открылась. Но постоянно разводит, да, американец? Ой-ой-ой, как великолепно сейчас можно попасть. Нет. Разводит постоянно американец. Здесь хамерами, там, вертушками. Лазер локи пошли на демобайки. И кажется, что один будет минус. Да, один демобайк минус. Но он на минку так и не наткнулся. Интересно. Ну да, приходится. Вот с одной стороны должен вроде глашник разводить своего соперника по сторонам. Что мы видели в начале. Ой, как неприятные мотики. Минус один хамер. Но сейчас мы видим уже на 26 минуте этим занимается как раз таки. Американец разводит своего соперника по сторонам. Так, ну тут слишком жесткий. Команча не справляется без потерь. Мега мощно. Очень много набрали лычек. Много убили вражеских юнитов. Ну, дорогие друзья, мне кажется, что все-таки, наверное, Соник уже не вытянет эту игру. Хотя, если дождется Скатшторма, может там что-то и получится. Хамеры-то ворованные работают. Команда Центра Ребелян больше работает. Все-таки успел. Минус один хамер. Но команда Центра все равно минус. Все равно минус. Кое-какие войска есть. По деньгам все плохо. Ну, Команчи вообще не боятся. Просто летят, убивают под градом квадов. Да. Вообще им все равно. Все-таки четыре пацана с тремя лучками. Это мега мощь какая-то. И без проблем уничтожают они. И не так ведь много понадобилось Стасу, в принципе, сделать в этой игре Команчи. Да, чтобы они стали ключевыми. Скажем так, в этом бою всего четыре Команчи. Ну, до этого там штук шесть-семь их летало. Не так много потерял. И теперь эти Команчи самая главная головная боль Глашника. Несмотря на его даже пятый ранг. Без денег остается Соник. Только на кэш-баунте теперь вытаскивать. Пошли опять повышения. Команчи отрабатывает великолепно. Дворец. Ну, кстати, Стас, он флотил. Мог, мать всех, бомб-то выучить. Но он ударил просто бомбежки. Я думаю, что рассчитывал Команчами добить. Нет, спектр Ганча пойдет работать. Здесь можно кваду убивать. Команчи без потерь справится, я уверен, сто процентов. Совершенно верно. Без проблем абсолютно. И минус дворец. Дается Соник. Великолепная победа от США в ВВС. Хотя бой был, ну, просто мега, мега напряженно. И столько пришлось Эйру вытерпеть. Просто невероятно. Давайте посмотрим статистику. Создал, естественно, Соник больше войск, так как он глава. Вот по потерям, да? По потерям почти на сотку больше потерял. Но не забываем, что там демобайки, подрывники. Это все считается за потери. Поэтому здесь более-менее равно. Стас очень много, кстати. Вот Стас очень много потерял. Но, опять же, там и Рейнджеры терялись. То есть, за американцев 167 юнитов. Уничтожено 171 на 111. То есть, как раз-таки вот из этой цифры 111, это которые уничтожил американец сам. Но все остальное, это все были подрывы. Да, интересно. Ну и по деньгам, кстати, Соник нормально. На 25к собрал больше. Это очень много, дорогие друзья. Ну что ж, комментируйте реплей, если вам понравилось или нет. Обязательно ставьте лайк. Если не понравилось, то дизлайк. Подписывайтесь на канал. Также не забывайте о группе ВКонтакте и Дискорд-канале. Ну а я с вами не прощаюсь. Дискорд-канале.